С этой знаменитой фразы 12 января 1722 года началась история российской прокуратуры. Пётр I назначил на пост генерал-прокурора своего сподвижника Павла Ягужинского. Ему предписывалось строго следить за тем, чтобы не на столе только дела вершились, но самым действием исполнялись. Согласно указу, полномочия первых прокуроров сводились к протестованию и напоминанию о необходимости выполнения должностными лицами, законов и своих служебных обязанностей. Но в действительности, благодаря личности Ягужинского в Петровскую эпоху, ОКО Государева следило за порядком во всех сферах жизни общества. В дальнейшем история прокуратуры менялась так же радикально, как и история страны. После Октябрьской революции, в соответствии с марксистской доктриной о сломе буржуазного государственного аппарата, декретом о суде о 24 ноября 17-го года прокуратура была ликвидирована. Но по прошествии трех лет на четвертом связи деятели юстиции приняли решение о создании органа надзора. Компетенцию советских прокуроров входило обвинение в суде, общий надзор, руководство следствием, а также предупреждение правонарушений. КОНЕЦ История Славянской межрайонной прокуратуры началась с 1947 года. В 65-м году межрайонным прокурором был назначен Иван Афанасьевич Кеков. Благодаря его над введением, широкому применению криминалистической техники и научных методов, работу нашей прокуратуры заметили в Москве. А по тому приказам прокурора края Славянская прокуратура была объявлена базовой, где стали проводиться различные учебные сборы районных прокуроров. Работа очень интересная была чем, что все взаимозаменяемые были. Вот я был по надзору за осуществлением законов работниками милиции. Огромная работа такая, постоянно надзор за всем. От поступления жалоб заявлений от граждан по преступлениям, за тем, как следствие вели, за тем, как уголовный розыск работал, участковые. Вот, приходилось ездить по району, заставлял и сейфы открывать, оттуда доставал прятанные заявления, сообщения о каких-то кражах, там, о преступлениях. Они пытались как-то схемичить, но постепенно навели порядок. В советскую эпоху структура и обязанности сотрудников прокуратуры не претерпевали особых изменений. Новая глава жизненадзорного органа началась в 90-х годах. Политическая чахарда породила мощнейший рост преступности, с которой приходилось бороться, вооружившись новым, еще не совсем совершенным законодательством. Ситуация осложнялась нехваткой кадров. Я, когда пришел сюда в 90-м году, в конце января, то у нас было в прокуратуре всего 7 человек. За время работы моей нас стало 11 человек, прокурор, заместитель, 4 следователя и 5 помощников. Ну, тогда мы вздохнули. В 2007 году в прокуратуре Российской Федерации произошли кардинальные изменения. Органы Следственного комитета стали отдельной самостоятельной структурой. Хочу сказать, что несмотря на то, что Следственный комитет, новая структура была выделена из прокуратуры, тем не менее мы занимаемся одним делом, мы занимаемся борьбой с преступностью. 14 молодых юридически подкованных специалистов – это настоящее и будущее Славянской межрайонной прокуратуры. Координирует деятельность своих сотрудников Андрей Павлович Крючков. К важнейшим задачам руководитель Славянской межрайонной прокуратуры относит работу с гражданами. В принципе, где, как ни при личном общении с гражданами может реализоваться тот принцип, который нам заповедует и генеральный прокурор, и прокурор края, о том, что необходимо повышать уровень доверия населения к органам прокуратуры. Итак, чтобы ни случилось, работники прокуратуры всегда на страже порядка. 290 лет это доказали.